Всем добрый день! Небольшой обзор города Березники, который находится в Пермском крае. От столицы города Пермь 180 километров. История сложилась так, что аэропорт и железнодорожный вокзал закрыты, а в город можно добраться только по автомобильной трассе. К счастью, ходят междугородные автобусы примерно каждый час. Время в пути на автобусе занимает 3-3,5 часа, на машине около двух часов. Город стоит на левом берегу реки Кама, а также на его территории находится искусственно созданный первый городской пруд. Общая площадь города 66 квадратных километров, а численность населения около 145 тысяч человек. Наш город называют еще подвешенный город, противостоящий стихии. Основная специализация города это химическая промышленность. В Березняках производят калийные, азотные удобрения, а также кальцинированную соду. Благодаря этим производством живет город. Березняки является ярким примером промышленного провинциального городка, который живет только за счет заводов, которые его окружают. История города начинается в 1932 году, когда мелкие поселки были объединены и березняки получили официальный статус города. К тому времени на территории города уже 50 лет работал содовый завод. Был запущен в эксплуатацию завод по производству азотных удобрений. Но своим расположением город прежде всего обязан Верхнекамскому месторождению калийных солей. И именно в 1932 году было начато строительство первого калийного рудника, который получил название БРУ-1. С тех пор в советское время на территории Березняков их число увеличилось до четырех. Все они в настоящее время принадлежат компании Уралкалий. Во время Великой Отечественной войны был построен титано-магниевый комбинат, который и по сей день производит крылатый металл. Стоит отметить, что и по сей день предприятия развиваются, на них внедряются новые технологии. В первые годы строительства Березняков было возведено много красивых и непохожих друг на друга зданий. Все же архитектура 50-х годов имеет что-то прекрасное и таинственное. Как и заведено, одной из первых улиц в городе стал проспект Ленина, на котором расположился дворец культуры имени Ленина и дворец культуры Калищиков. В настоящее время снесен. А также кинотеатр Авангард. Молодой город активно озеленялся. Создавались скверы, парки, высаживалось большое количество деревьев, в том числе и берез, за что впоследствии город стали называть город Белых берез. После Великой Отечественной войны в Березняках появился Мемориал Победы и Площадь Фронтовиков. Стоит отметить, что в городе достаточно много памятников местным героям. В 1981 году был построен мост через Каму, который соединил два города – Березняки и Усолье. Хоть город и стоит на берегу достаточно большой реки Камы, но у него нет набережной, так как на берегу реки находятся химические предприятия, а не жилая застройка. Отдельное внимание хочется уделить городскому транспорту. В советское время троллейбусы ходили и до некоторых предприятий за городской чертой, но сейчас от этого остались лишь одинокие столбы и остатки проводов. Кроме троллейбусов основную часть транспорта составляют маршрутки и небольшие автобусы. Цена одной поездки 20-25 рублей. Но как люди добираются до предприятий за городом? Практически у каждого завода есть свой парк автобусов, которые забирают рабочих по всему городу и отвозят на смену. Стоит отметить, что город жил и развивался равномерно. У людей была уверенность в работе предприятий, а значит и в завтрашнем дне. Многие знали, что вырастут, отучатся и гарантированно пойдут работать. Но в 2006 году произошло событие, которое навсегда изменило судьбу Березняков. Впервые город столкнулся с аварией на калийном руднике. Тогда третий калийный был затоплен и в лесу образовался провал земли. Но проходит 20 лет и беда возвращается. Вода начинает поступать в самый старый рудник в городе впервые. Вся беда заключалась в том, что шахты предприятия располагались прямо под большой частью города, а проходная на завод и вовсе находилась в 10 шагах от жилых домов. Конечно, с течением времени обстановка в городе успокаивалась, но на это понадобился не один месяц. В Березняках за последние годы было отреставрировано множество парков, скверов, был отремонтирован городской стадион и построен новый микрорайон на другом берегу камы, который постепенно заселяется. Продолжается ремонт детских садов, школ, детских лагерей. Был воздвигнут Никольский храм в самом центре города. Стоит отметить, что в городе достаточно неплохие дороги, что является редкостью для провинции. В Березняках успешно функционирует Березняковский драматический театр. Проходят театральные фестивали, концерты, спектакли с участием артистов всероссийского масштаба.